Всем привет! Это третья серия ресурсного теста с Hyundai Bayon. Последний снежок и сегодня мы будем нащупывать пределы переднего привода. Это будет интересно! Для начала покажу, расскажу, что я беру с собой для таких вылазок, может быть вам пригодится. Понятное дело, что что-то перекусить, питьевая вода 5 литров, потом также беру питьевую воду в красную канистру свою, которая работает, кстати, как сентрек. Вот, допустим, в песочке вы там застряли, можно под колесо, под переднее, под заднее ее подложите, она держит как бы массу автомобиля, по крайней мере, так обещают. Разборная лопатка, последний снежок, актуально. Цепи на колеса, надеюсь, мы сегодня их используем. Если где-то будем ехать по склону, где будет очень скользко, то есть техническая соль, которая поможет растопить лед в сапожки и маленькая деталь вот проушину я уже достал из-под поля, чтобы вкрутить, в случае чего, ее в передний бампер, чтобы нас вытащили, если мы застрянем. Ну и понятное дело, ребят, трос берем всегда с собой. Ну что, кто-то приезжает на пикник, пожарит шашлыки, мы приезжаем покататься. Передний привод, шоссейные, зимние шины фрикционные, ну, в простонародье липучка. Мы едем, но пока и следы есть. Но, скажу вам честно, сюда чаще, конечно, приезжают не на моноприводном автомобиле. Колеса попадают в более глубокий снег, и для нас это остановка, и, надеюсь, не придется доставать лопату. Но где-то, все-таки, возможно, придется поработать и лопатой, и все-таки установить цепи противоскольжения. Отключаем стабилизацию, но вряд ли нам это поможет. По сути, вот мы и приехали. Ну что, будем сейчас одевать цепи, смотреть, поможет ли нам это. Ну, я, пожалуй, начну, с вашего позволения. Ну, а вы, наверное, посмотрите короткий сюжет про то, как мы решили проблему с поясничным упором на Байоне. А я пошел устанавливать. Ребят, помните, в первой серии я говорил, что решу вопрос с поясничным упором. И вот я заказал подушку, пришла, ждал долго, давайте анпакинг сделаем. Я искал не вот подголовниковую подушку, которая больше похожа на, ну, как бы, полежать где-нибудь и отдохнуть на парковке, а именно валик, который будет разгружать спину, особенно при длительной езде. Вот она пришла, даже такой вот чехольчик здесь есть. Я предлагаю сейчас попробовать ее, собственно говоря, в деле. Только сниму куртку. Цена вопроса с доставкой 3,5 тысячи тенге. Просто выберите, какой вы хотите, валик для поясницы. И когда вот в долгой дороге едете, понимаете, что у вас спина колесом, да, вот даже ты чувствуешь это физически, что ты как-то вот скукожился. Просто здесь подкладываем. Какое-то время пройдет пока чуть-чуть распределится этот валик. И все, и в таком режиме едем пока у вас, ну, как бы, постоянно вы не будете так ездить. Понятное дело, чуть-чуть вот в эту вот разминку проведете, да, и обратную берете. Этот валик решает, полностью снимает вопрос по поясничному упору. Последняя. Последняя затяжка. Заметили, кстати, да? На рукавнике цвета практически байона. Это не специально. Ну что, пробуем. Ну, она работает со снегом. Цепи работают со снегом. Помогают отлично. Я предлагаю чуть-чуть на цепях теперь. Сразу хочу оговориться. Полностью цепи вопрос проходимости не решают. Вы должны помнить, что байон это все-таки не внедорожник. Но если предстоит маршрут, часть которого пролегает не по асфальту, то почему бы не взять с собой этот чемоданчик? Ну, а мы с вами увидимся уже на весеннем асфальте. Впереди новые испытания для Hyundai Bayon.